Я более такой человек, который любитель не на чём-то поиграть, а более, наверное, такой художественный. Вообще, я думала недавно заняться татуировками, начать учиться быть мастером. Я сама мастер маникюра ещё параллельно. Я люблю рисовать на ногтях. Да, это тонкая работа. А тут сейчас на людях будешь рисовать. Да это вообще же кайф! У них это ещё и навсегда останется. Ты вот будешь смотреть и думать, господи, на нём моя работа! А у тебя есть тату? Да. У меня имеются две татуировки на руке. Вот тут вот. Это почерк моей мамы. Вот. И здесь я недавно её набила. Это в честь Лил Пипа, может быть, ты его знаешь. Да. Вот. У него на кистях была вот эта надпись, типа, Home Sykes, типа, скука по дому. Что-то похожее. Ну да, Home Sykes. Вот. И я такая, в честь памяти своего любимого певцара, что... Серьёзно? Твой любимый певец певец... Сколько лет ты на Ютубе? О, 15? Почти. Я так и знала, что очень давно. Но... Да, люди думают где-то со времён армии, с 18-го года, или с 15-го, когда я открыл хижину. Но до этого-то ещё был канал. Да. В 2010-м. Я думаю... Мне кажется... Я думала, что намного меньше. Лет 5, может, где-то 6. Но 15-то вообще... Ну, нет уж, да. Нет уж, да. Хижине получается 9 лет, вот. А на Ютубе 15, да. И как тебе? Не надоело тебе этим заниматься? Ну, бывают периоды, когда вот не прёт контент. Когда контент не от тебя зависит. Вот по типу чат-рулеток, знаешь, когда ты реально сидишь там днями, и ничего не получается подснять. Вот это, да, угнетает. А так, нет, довольно интересное дело. Просто сейчас, конечно, охваты не те после блокировки, там, замедления Ютуба. Вот. Но всё равно продолжаю, потому что основа основ. Основной блок, так сказать. Я вот тоже не знаю. У меня... Моя аудитория, хоть она... Ну, она намного меньше, чем у тебя. У меня всего лишь-то тысяча. Тяжело, наверное, пробиться, как геймер, да? Как геймер, да. Очень тяжело. Это надо зацепить людей не только своей игрой, но и своей харизмой. То есть, как девушкам зачастую, им проще найти свою аудиторию. И, соответственно, и денег они с этого будут получать тоже больше, как девушки, к примеру. Вот. Но сложность есть в том, что игры, в которых девушки зачастую не играют, там аудитория мужчин, они на тебя начинают вот прыгать и говорить, что твоё место на кухне. И ты думаешь, господи, мужики, я играю лучше, чем вы. И вы мне говорите, чтобы я на кухне сидела. Но это вообще... Это зависть, да. Ясно. Чё, напоследок песня? Давай. Как думаешь, что это будет? Не знаю. Ты, короче, нервы не слушаешь? Слушаем. С криптонитом. Нервы, да? Но эту песню ты точно не знаешь. Но она красивая. Про осень. Такая. В твоих глазах моя слеза, В твоих руках моё тепло. В последний раз тебе сказал, Я не хочу, чтоб всё прошло. Молчи. Молчи. Я всё уже знаю. Я знаю. Ключи. Стучи. Я не открываю. Я не открываю. А в городе осень без сна, Что ты меня бросишь, я сна. И я забываю. Тебя забываю. Но всё-таки будет весна. И ты мне уже не нужна. И я закрываю. Глаза закрываю. Знаешь? Такая. Аж прикрустила немножко. Сразу вспомнила о своём прошлом, да? Ну, кайф. Ладно, рад знакомству. Хорошего тебе вечера. Спасибо, что поиграл мне. Рада была увидеться. Да, пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok